Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» наградил юных саратовских спортсменов почетными грамотами. С некоторыми из лучших познакомилась Полина Федюк. Неподдельный интерес к истории в глазах у каждого. Патриотическое воспитание и спортивная закалка – вот что отличает юных «Динамовцев» от множества других детей. Это вот винтовка трехлиней, с которой мы начинали войну в 1941 году. Деятельность российских спецслужб неразрывно связана не только с укреплением российской государственности, но и с обеспечением физической подготовки личного состава органов и войск. С этой задачей уже почти 90 лет успешно справляется Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». На всех этапах развития нашего общества, нашей страны, безусловно, основным вопросом остается защита, защита интересов нашей страны. Защищая интересы, во главу угла ставится физическая подготовка, которая, как вы знаете, всегда ценилась так же, как и интеллект, так же, как и верность профессиональному служебному долгу, верность нашей Родине. Эта хрупкая девочка в свои 13 почти полжизни отдала кикбоксингу. Сейчас Кристина Хренова – двукратная победительница Кубка мира. Постоять может не только за себя, но и за близких людей. Но спорт для нее в первую очередь – это тренировка силы духа и выдержки. Он дает как бы закалку, разрабатывает силу воли. То есть, ну, преодолевать себя нужно постоянно? Ну, конечно, на тренировках, когда бывает тяжело, на соревнованиях, когда бывает соперник больше, выше. Самых успешных награждают почетными грамотами Центрального совета «Динамо». За активное участие во всероссийском смотре конкурса «Динамо детям России» награждается Саратовская кадетская школа-интернат «Город Саратов». Сегодня на базе «Динамо» в области действуют две спортивные школы, пять профильных клубов и многочисленные секции. Среди воспитанников более двух с половиной тысяч детей и подростков. Возможно, что именно их спортивные достижения приведут к победам на международном уровне. Полина Федюк, Евгений Крылов, Павел Криклевец, Вести, Саратов.